всем здравствуйте продолжаем играть бесконечное лето краткое содержание предыдущей серии 12 в общем все закончилось там наконец-то хорошо вроде все любовь морковь но в данной ситуации произошел какой-то непонятный типа день сурка вроде бы они ехали куда-то и по сути должны были куда-то попасть но вернулись обратно в лагерь причем лена ничего то ли не помнит то ли она о чем-то знает не скрывает что-то связанным с ней мы продолжаем читать семен может я помогу лена не надо лена улыбнулась и убежала в сторону своего домика я уже остался сидеть на лавочке пытаясь отойти от шока мысли так и не пришли в порядок одна теория сменялась другой с одной стороны само попадание вот этот лагерь куда более странное событие чем-то что я мог смог всю отсюда выбраться но все теперь мне делать где гарантия того что получится уехать во второй раз хотя чего волноваться теперь то уж я точно знаю что от меня совершенно ничего не зависит может быть стоит откинуться на спину кресла и наслаждаться полетом я невольно улыбнулся тем более теперь у меня появилась дополнительная причина не спешить события и это причина лена возможно она права я здесь не просто так конце концов даже если смогу сузить круг возможность к объяснению моей ситуации по разумного до разумного минимума и все равно останется тысяча и одно изматывая себя их анализом я вскоре сойду с ума так не лучше ли остановиться на чем-то одном может быть это мир не так уж плох тем более у меня впервые за долгое время появился стимул жить пока еще туман но в то же время он есть существует и сейчас мы их силах не бездавно потерять его а развить во что-то больше с такими мыслями я встал и направился домику ольги дмитриевны чтобы закинуть свои нехитрый по жидким мешок и навсегда отбудить из пионер лагеря соленых кому-то может показаться странным а мне она именно таким показалось но даже центром и все-таки доехал в автобусе меня опять разморило я заснул проснувшись в ужасе начал бегать по салону жадно хватая ртом воздух но вскоре понял что это длинная неделя закончилась я наконец-то смог вырваться из этого лагеря все время проведенного там оказалось никуда длиннее семи дней и вот все кончено затем события закрутились пугающей быстро высотой меня не оставалось времени чтобы рефиксировать и искать ответы да что там в иные минуты я вообще забыл про лагерь такой как любой человек попавший в совершенно незнакомое окружение находился в полнейшем смятении у меня не было документов даже банального свидетельства о рождении не было каких-либо навыков чтобы зарабатывать себе на кусок хлеба тогда профессии вроде и никейщика или специалистов колл-центра большим способом не пользовались я уже вернулась к своей привычной жизни закончила школу готовилась поступать в институт как я предлагал ранее лагерь находился на юге ссср в автобус недоступной а в автобус недоступности от айцетта где жила лена небольшой город с населением около 100 тысяч человек в нем не было совершенно ничего примечательного один завод градообразующие предприятия ряды ветхих пятиэтажек сельские домики на окраине продуктовый магазин рабочий до 7 вечера и универмаг патронбол рай для шоппинга калоши зимний резиновый тулуп женский завчины шапановская андатровая раньше я был уже спустя несколько минут с вопрями бежал из подобного места подальше но теперь это был мой дом в двадцатом веке в европе случая случаи голодной смерти были редки так что кое-как устроиться я все же мог меня взяли помощником тополя на завод выделили комнату в общежитии такая трудная и непонятная сперва работа через некоторое время начала приносить определенное удовольствие конечно немалую долю в нем составляла возможность на получение на получение купить поесть время шло я рос по коллеге верно так сказать лестнице я стал старшим смены коллеги удивлялись моим способностям и тогда любил удивлялся и я сам где она закончила школу я провел несколько ночей в обнимку с калькулятором высчитывая графики расходов и доходов и решился теперь предложить ей пожениться не помню уже долго ли она думала предлагала ли оставить врачный контракт или нет некого ввиду отсутствия преданного но вскоре мы уже жили в комнате в коммунальной квартире рядом с заводом за которую приходилось отдавать две трети зарплаты благодаря советскому образованию бесплатному для всех а может и настоящей настойчивости жены через некоторое время я учтился на первом курсе вечернего отделения местного технического университета сначала я протестовал мотивируя это тем что честному пролетарию ни к чему уподавляться вшивой интеллигенции но потом здраво рассудил что имея диплом в жизни продвинуться будет легче учиться было не очень сложно сказывался какой-то багаж знаний оставшиеся со времен мои первые попытки получить высшее образование время шло страна вступала в эпоху перемен конечно об этом я знал но тем не менее все свалилось как снег на голову можно привести аналогию с лавиной гора как некий как не никто готовится все равно не похоронят а как не не готовься все равно похоронят завод приватизировали а затем закрыли частный из вас на копейки доставшиеся от тесте много денег не приносили я уже был готов пойти работать вожатым с Аленом как неожиданно умерла какая-то троюродная тетя двоюродной бабушки Лены оставив ей наследство однокомнатную квартиру где-то в центральной России на семейном совете было принято решение переезжать в начале 90-х мы встречали на тесной кухне хрустерки за просмотром Лебединое озеро в начале 90-х мы встречались в тесной кухне хрустерки за просмотром Лебединое озеро перебивая случайную подработку я скопил кое-какую сумму и решил перебираться в город побольше и выбор пал само собой на мою малую родину квартиру было решено продать и вложить деньги в бизнес какое-то время мы можно сказать купались в роскоши огромные морковые шубы, дорогие иномарки, рестораны и заграничные поездки мне как и многим в то время удалось каким-то чудесным образом распуститься с нуля занимался я продажей строительных материалов в то время это было выгодный бизнес у многих появились лишние деньги, которые просто необходимо было вложить в постройку помпезных коттеджей может быть я все так и продолжалось бы, но 90-е не зря называли лихими и я столкнулся с рекетной коррупцией в одночасье сказался с пустым холодильником, не менее пустым кошельком и горьким привкусом крови во рту тогда-то я вспомнил о своем статусе человека из будущего невозможно в советское время тотализаторы расцвели буйным цветом и я тут же бросился делать ставки на все в исходе чего был уверен однако и здесь меня от жидового разочарования в матчах выигрывали совсем не те команды, что должны были даже чемпионом мира, где он в четверг стал Глани Бразилия когда я дома по телевизору смотрел футбол все было как положено, но стоило мне принести последний грош в букмеке, в котором, как даже заведомо уступающим в классе соперник чудесного ложного обогрева грантов пробовал я себя и на поприще политического советника однако и тут меня ждала неудача слышу, что высшее общество с головным задом не уберут не знаю, сколько бы еще продолжалось схождение по мукам но в моей жизни случились события привнувшие все у нас в плену родился ребенок и начал лихорадочно искать возможность заработать денег на семью вспомнил каких-то старых друзей отца а через них пригидливались с дальним родственником себя самого непонятно каким образом получил должность младшего аналитика в одном банке тогда же я и пошел в какой уже по счету раз получать вернее даже дополучать высшее образование время текло медленно денег хватало с грехом пополам я сутками торчал на работе выкраивая время, чтобы сдавать экзамены а Лена сидела с ребенком утром даже я и начал писать помню этот день, как сейчас время было уже заполнено и я сидел на кухне за стареньким списанным на работе 386-м и остервенело остеренело мостов в втором дуле спать хотелось ужасно но компьютерные игры хоть немного отвлекали меня от бесконечности серых дней пройдя очередной уровень я вдруг задумался обо всем что мне пришлось пережить за последние годы слишком много для одного человека тогда-то мне пришла в голову мысль записать все что со мной произошло а с легких целей даты я накидал пару сотен слов с четкими намерениями продолжить завтра однако ни на следующий день ни через неделю я даже не вспомнил о том, что написал спустя, наверное, месяц о моей незаконченной книге напомнил Лена что это печатавшая на компьютере я перечитал написанное и в ужасе удалил тогда же тогда же и появилось первые сомнения осилию я в конце концов это же выходит целый роман этапе а я и других и двух предложений связать не могу да и про себя писать не просто творчество было отложено в долгий ящик предыдущий год я встретил дипломированного специалиста в должности начальника отдела переезжая на новую платьеву в старом хламе определенном определенном на помойку я нашел свой старый 386 и тут же вспомнил о том что собирался написать книгу о своей жизни и усмехнулся как глупо однако спустя не открыл время я все же открыл его бут и накидал некий план короткого рассказа о том как молодой человек без особого рода занятий и стремлений оказывается на другой планете довольно глупый сюжет под стать к которому была и смысловая составляющая в купе со стилистикой афрографией и пунктуацией я показал рассказ жене она посмеялась но сказала что написано неплохо и протестовала продолжать спустя примерно год ящик столе отведенный для моих литературных поток переполнился тогда мне это показалось в высшей степени странным и даже целыми днями иногда даже по выходным торчал на работе а каждую свободную минутку старался проводить с семьей однако что получилось то получилось тогда я решил попытаться опубликовать свои рассказы как в случае с любым начинающим писателем возвращаюсь здесь одни лишь отказы но парочку все же приняли в том числе и первый мой рассказ я был на седьмом небе от счастья конечно за публикацию мне ничего не заплатили но зато мое творчество будут читать люди значит оно кому-то интересно время шло у нас с вами родился второй ребенок а я в свободное время неспешно подписывал роман нет ни о своей жизни ни о опять ни о лагере этих тем я решил никак больше не касаться в своем творчестве все происшествие много лет назад казалось мне волей божьей милостью которой искушает не стоит то значит что бы стало со мной не простить я однажды в автобусе стоявшем напротив ворот лагеря садула спустя сама в себе интересная интересная да пожалуй практически был побольше в практике было побольше и это читать побольше да эти слова я запомнил на сужие авторские экземпляры причин читающиеся в качестве гонорара я раздал друзьям и коллегам лена же которую в первый мой роман прочитала только после выхода сказала что ей очень понравилось думаю скорее чтобы не расстраивать меня время шло дата на календаре неумолимо приближалась к тому же дню когда я был вырван из своего привычного мира и брошен в эту реальность начавшееся стоинство в пионерлагере и заканчивающего здесь теперь я успешный писатель хотя бы судья по тиражам моих книг у меня прекрасная жена и двое детей в жизнь совершил в полный оборот сегодня в полночь начнется что-то новое завтрак которого я ждал столько лет лена о чем думаешь я открыл глаза и увидел Лену она поставила кружку с чаем на столик рядом с кресла в камине тихо потрескивали дрова а за окном душевало метель я укутался в плед и посмотрел на Лену Семен знаешь какой сегодня день Лена нет а какой Семен помнишь что я тебе рассказывал тогда в лагере Лена нет неудивительно столько лет я больше ни разу не поднимал вопрос моего таинственного попадания в этот мир Семен помнишь рассказывал что не из этого мира Лена задумалась Лена ну что это такое да Семен так вот сегодня как раз тот день когда я много лет назад сел в 410 автобус и проснулся в том пионерлагере Лена получается годовщина Лена улыбнулась Семен да своего рода Лена для тебя это грустный праздник Семен нет ты что Лена а я вот почти не помню что тогда было Семен может оно и кучу я подбросил дом в камин и взял со стола кружку Семен напишу наверное Роман посчитаешь вспомнишь Лена думаешь стоит Лена сделала серьезное лицо и ведь действительно когда то я давал себе обещание не писать об этом Семен может не стоит в конце концов то что было оно только для нас Лена вот и я так думаю я запнул и посмотрел на огонь Семен знаешь а ведь жизнь она как свеча работа короткая работа длинная и может погаснуть в любой момент Лена ну тогда наша жизнь как этот камин Семен да наверное я посмотрел на нее и улыбнулся Семен я еще посплю немного Лена поцеловала меня и мечтательно уставилась на огонь глаза закрылись и вся моя действительность свелась тихому подрезканному дров в камину я начал медленно проваливаться куда то далеко далеко нет это был не сон скорее теплый фир нежно обволакивающий все мое естество поцеловали не не в в в не У каждой истории есть начало и конец У каждой истории есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении не открывались бы вещи, на которые раньше не обращал внимания У каждой истории есть начало и конец Почти у каждой Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот ребята, сегодня у нас как надо, положительный конец, все что нужно и как положено закончено, не то что в тот раз Игрушка конечно классная И комикс неплохой, можно почитать Так что всем кому понравится, читайте, ставьте лайки и огромное спасибо если кто посмотрит И извините, если читал не так Можете пройти по ссылочке и сами переиграть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok